Товары и услуги на любой вкус, дешевые и быстрые, не вставая с рабочего места. Можно, например, пить кофе и выбирать сумочку в интернете. А можно точно так же, не вставая со стула, стать жертвой интернет-мошенников. По данным федеральной статистики, ежедневно сотни россиян попадают в лапы сетевых пауков. Средний ущерб от таких онлайн-офер примерно 15 тысяч рублей. Как показывает практика, спрос рождает не только предложения, но и желающих обогатиться. Правда, за ваш счет. Самые распространенные по данным Ивановской полиции случаи обмана связаны именно с куплей-продажей. Доверчивые неосмотрительные горожане переводят на карты или счета средства, а товар на руки не получают. Лжепродавец страницы в социальных сетях тут же удаляет. В различных интернет-группах таких обманщиков активно обсуждают и ищут. Правда, безрезультатно. Сложно найти их даже правоохранителям. Злоумышленник перед монитором может сидеть в другом городе или даже стране и о безопасности своих аккаунтов заботится более тщательно, чем обыватели о сохранности собственных средств. Задержали одного злоумышленника, который посредством сети интернет, в частности в сети ВКонтакте распространял объявление о продаже сотового телефона и получал предоплату за этот сотовый телефон. Ну, естественно, телефон не отправлял. Как выявилось, большинство из этих преступлений совершенных, потерпевшие не обращались в полицию. Не обращаются, потому что стесняются. Слово «обманут» и самое мягкое из возможных, да и то почти оскорбление. Заявление об интернет-мошенничестве у полицейских 300, а по факту пострадавших в пару раз больше. Вот и Анастасия своего лица показывать не хочет. Студентка заказала курсовую через интернет, деньги перевела, а получила полностью скачанную работу, цена которой грош. Вернуть средства, конечно же, оказалось невозможным. Я знаю, что не я одна такая. В такой же ситуации оказалось еще, насколько я знаю, минимум четыре человека. Все были уверены, что все будет хорошо. Сейчас, конечно, после такой ситуации буду более внимательнее смотреть. Об обращении в полицию девушка и не думает. А зря. Сотрудники силового ведомства рекомендуют немедля писать заявление. Со своей стороны, сделав все возможное, чтобы поймать паука-мошенника. У интернета обмана нет возраста и пола. На удочку злоумышленников попадаются пользователи от мала до велика. Полицейские разработали ряд практических рекомендаций для любителей заказов через сеть. Стараться оплачивать товар только посредством сайтов, которые имеют определенные платежные площадки предварительные, которые позволяют вернуть денежные средства в случае, если товар потерпевшим не получен. Не сообщать ни в коем случае полные данные своих карточек с паролей, код безопасности не сообщать. Для перевода денежных средств нужно только номер карты. Ну а еще нужно быть немного интернет-шерлоком, внимательно изучить сайт или страничку поставщика товара, почитать отзывы, присмотреться к контактам, проверить наличие уставных документов. Из обманутых в сети в Обществе по защите прав потребителей ежедневно очередь. Председатель общественной организации Василий Цветков поясняет, вернуть средства или получить качественный товар взамен можно, но при наличии на руках чека. Лично я за интернет торговлю, но всем надо сказать, что чеки, товарные чеки, кассовые чеки, документы, гарантийные обязательства, они должны быть и в оформленном и в установленном порядке. Если этого нет, то может быть вот такой, значит, такой прецедент, когда человек останется и с брачным товаром, не вернет стоимость. По статистике ивановских полицейских больше всего интернет-обмана происходит на сайте Авито. На втором месте – взломы аккаунтов с соцсетей. На третьем – махинации с дублерами раскрученных сайтов. Печальные факты – вовсе не повод отказываться от онлайн-шоппинга, а возможность воспринимать его как увлекательный квест – получи товар и не стань жертвой сетевых гангстеров. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.